Всем привет! В этом видео продолжим анализ эффективности совместного использования видеокарты Radeon RX 580 Armor с 8 ГБ памяти и видеокарты GeForce Aero 3660. Подключение видеокарты будем производить через райзер. Для проверки потребляемой мощности системы от электросети будем использовать клещи Амперметр. И, конечно же, не повторяйте мой метод измерения тока. Соблюдайте технику безопасности при работе с электрооборудованием. Проверим работоспособность майнера, который предлагает PullEtherMine и PhoenixMiner. Продолжение следует... Первоначальная конфигурация системы собрана по умолчанию. Это я просто подключил райзер в имеющиеся разъёмы. И в системном блоке находится видеокарта GeForce Aero 3660, а в райзере Radeon RX 580. Подключаем райзер, вставляем разъёмы в нужные гнёты на плате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Устанавливаем и запускаем программу GPU-Z. Эта программа предоставляет возможность определить производителям микросхемы и каждой из подключенных видеокарт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, для видео Radeon установился драйвер по умолчанию от Windows. Поэтому необходимо скачать новые драйвера для Radeon с сайта производителя. Устанавливаем драйвера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В программе GPU-Z после установки драйверов под Radeon RX 580 мы можем увидеть, что основной используемый чип – это компания HENIX. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В левом нижнем углу программы GPU-Z имеется поле выбора со списком установленных видеокарт. Выбираем видеокарту GeForce. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видим, что используется микросхема от компании Samsung. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта информация нужна для того, чтобы в дальнейшем можно было правильно выставить тайминги и вольтаж при возможной перепрошивке BIOS-видеокарты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В подключенном оборудовании Windows также видим, что обе видеокарты подключены верно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При запуске майнера от пола Ethermine вторая видеокарта не определяется. Даже после долгих танцев с бубнами по настройке бад-файла для этого майнера у меня так и не получилось запустить майнинг на второй видеокарте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поменял местами видеокарты. Внутри системного блока поставил Radeon RX 580, а через Razer подключил GeForce Aero 1660. Майнер от Pula Ethermine так и не стал использовать Radeon видеокарту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майнер Феникс имеет более тонкую настройку и, как оказалось, очень хорошо справляется с задачей использовать видеокарты разных производителей. В настройке бад-файла под Майнер Феникс имеется возможность задать через параметры, частоты работы, температуру любой из видеокарт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин для того, чтобы определить потребляемую мощность всей системы, подключаем клещи амперметр к одному из проводов удлинителя. Амперметр показывает, что система в сборе с двумя видеокартами и с запущенным процессом майнинга потребляет 1,5 А в сети 230 Вольт. Таким образом, потребляемая мощность составляет 350 Ватт. При запуске Феникс Майнера программа выдает информацию о подключенных видеокартах. После создания дак-файлов можно увидеть средний хешрейт для этих двух видеокарт. Он составляет 42-45 МГхешрейт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На поле Эзерман мы можем получить информацию об активном риге майнире. Здесь видна средняя и текущая скорость майнинга. Есть информация и о среднедневном количестве добытых монет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Более продвинутые майнеры для увеличения скорости добычи перепрошивают BIOS видеокарт. Майнинг с помощью некоторых линеек видеокарт, а именно RX 580 с микроархитектурой видеоядра Polaris после определенных манипуляций показывает лучшие результаты в скорости мощности. Хешрейт увеличивается только на алгоритме Tagger Hashimoto . Именно на нем добывать такие монеты, как эфир. Чтобы ускорить майнинг, нужно прибегнуть к разгону, но не ядра в случае с эфиром, а оперативной видеопамяти. Изначально оперативная память работает на штатных таймингах, которые нужно изменить для лучших показателей в майнинге эфира. После остается занизить энергопотребление и частоту ядра, чтобы добиться лучшей энергоэффективности и окупаемости как следствие. Используя следующие программы для перепрошивки видеокарты AMD RX. IT WinFlash – программа, которая сохраняет файл BIOS из видеокарты и также прошивает видеокарту. Polaris BIOS Editor – утилита, которая позволяет проводить манипуляции и корректировки значений в файле BIOS, выгруженном с видеокарты с помощью утилиты IT WinFlash. GPU-Z – программа, помогающая узнать фирму-производители модулей оперативной памяти у вашей видеокарты. ТОН ».